Здравствуйте! Время новостей в студии Татьяна Фомина и вот главная тема выпуска. Пока не штрафуют, разъясняют, напоминают правила. Полицейские проводят рейды по проверке соблюдения ахтубинцами режима самоизоляции. Они возвращаются стерилизованными и с чипами на ушах. Бездомных собак в Волгограде помыли, привили, привезли назад в Ахтубинск. Клоуны уехали, цирк остался. Из-за коронавируса гастроли цирка Шапито приостановлены на территории Ахтубинска. Хищных животных трудно прокормить, помогают жители города. Начнем выпуск с оперативной информации об эпидемиологической ситуации на территории Астраханской области. По данным Министерства здравоохранения, за минувшую ночь выявлено три новых случая условно-положительной реакции на тест по коронавирусу. Два из очага в селе Солянка Наримановского района и один в Приволжском районе по возвращении из Москвы. Беременная женщина госпитализирована, двое оставлены для лечения на дому. За весь период выявлено шесть положительных результатов. Они подтверждены противочумным центром Роспотребнадзора города Москвы. 25 условно-положительных результатов по данным местных исследований. Между тем, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Работы им сейчас хватает. Именно они следят за соблюдением карантинных мероприятий. Далеко не все к самоизоляции подходят ответственно. Приходится объяснять и призывать к сознательности. В этом в рамках рейда с инспекторами ГИБДД помогали сотрудники городской администрации. Когда инспектор ГИБДД тормозит транспортное средство на дороге, в этом ничего необычного нет. Проверка документов, средств безопасности для перевозки детей, наличие аптечки и так далее. Все это полицейские делали и до введения карантинных мер. Сегодня вот еще прибавилась и разъяснительная работа. Проверяем водителей транспортных средств, граждан, находящихся в данных транспортных средствах, у которых находится пропуска или они отсутствуют в выданной администрации. Если люди не понимают, мы им разъясняем, каким образом, где и как их получить. Ну и проводим анкетирование. То есть, где указываем данные граждан, передаем потом в общую базу данных для проверки, то есть постановки на учет. Какие-то штрафные санкции применяете? Нет, штрафные санкции никакие не применяем в отношении несоблюдения карантина. Пока производим разъяснительную работу. Большинство водителей уверено, что внутри своего авто они в полной безопасности. К тому же, всегда есть причина нарушить режим самоизоляции. Кто-то спешит к пожилым родителям и ссылается на то, что они без поддержки обходиться не могут. Сотрудники городской администрации, которые вместе с полицейскими ведут разъяснительную работу, говорят, в таких случаях получить пропуск для передвижения по городу вполне реально. Сотрудники полиции совместно с казаками, с сотрудниками администрации проводят профилактический рейд по проверке пропусков. Обращаю внимание наших граждан города Ахтубинска, жителей, что необходимо всем, кто действительно нуждается в получении пропуска, приходите в администрацию с 9.00 до 13.00 каждый день в будние дни. И с 13.00 до 16.00 в выходные дни мы выдаем пропуска. Приходите, берите с собой документы, подтверждающие, что действительно у вас есть пожилые родители или пенсионеры, инвалиды, подтверждающие документацию, все необходимое предоставляйте, и мы будем выписывать пропуск. Разъяснительная работа в рамках рейда – это своего рода профилактическое мероприятие, связанное с эпидобстановкой. Но штрафы за нарушение правил дорожного движения тоже никто не отменял. Гражданин перевозит всю семью с тремя маленькими детьми без удерживающей устройства. Сейчас составляем на него административный материал по 12.23, ч. 3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Волжская АГС работает в режиме специального весеннего попуска. Росводресурсы установили режимы работы Волгоградского гидроузла с 6 по 10 апреля. Среднесуточные сбросные расходы в режиме специального весеннего попуска с 6 по 9 апреля составят 14 500 плюс-минус 500 кубических метров в секунду. 10 апреля – 15 500 кубометров в секунду. Решение Росводресурсов о режимах работы Волгоградского гидроузла связано с ростом притока водохранилища на Каме и началом специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу. Половодие – один из самых важных, ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС и не только. Сотрудники Волгокаспийского территориального управления Росрыболовства контролируют ситуацию на местных водоемах. Инспекторы вместе с полицейскими проводят рейды. На минувшей неделе были задержаны двое граждан, которые ловили рыбу браконьерскими сетями. Напомню, что ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин запретил любительскую рыбалку в регионе до 1 июня текущего года. Данное решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции для предотвращения массового завоза инфекции в регион, что происходит на территории природоохранного парка. Узнавал наш корреспондент Лавислав Лихварь. Все расскажет сам в специальном выпуске. Смотрите его сразу после новостной программы. Специалисты парка провели очередной рейд по особо охраняемой территории. Мы сейчас находимся на зимовальной яме, которая ежевичная называется. Здесь периодически приезжают сюда туристы, отдыхают. Мы приезжаем, объясняем, что на зимовальной яме отдыхать можно на берегу находиться, а производить лов нельзя. Но вот приезжали мы недавно сюда, здесь стояли туристы. В связи с коронавирусом мы им объяснили, что в Астраханской области объявлен карантин, что им нужно покинуть и уехать домой. Туристы уехали, а вот такие подарки нам оставляют. Сети они покупают в магазине, привозят сюда, здесь осуществляют лов. Ну да как сейчас серьезное положение у нас в Астраханской области с карантином, усиление постов. По-видимому, побоялись везти, им легче их бросить здесь, а некоторые сети вообще оставляют в воде, где пропадает рыба, путается и погибает. Поэтому вот хотелось бы, чтобы к нам туристы ехали сюда за любительским ловом и то в разрешенное время. Отпуск и карантин такого, как говорится, и врагу не пожелаешь. Но если все-таки случилось, что делать? С вопросом лучше обратиться к юристу. С нами на связи Ольга Лучинская. Ольга, здравствуйте. Итак, можно ли перенести отпуск, если его часть пришлась на дни с 30 марта по 3 апреля? Данный отпуск не переносится. И работник его используют в обычном порядке, так как в соответствии со статьей 120 Трудового кодекса только нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. В данном случае дни с 30 марта по 3 апреля не являются праздничными днями. Это нерабочие дни. Соответственно, они не продлевают сам отпуск на 5 дней. Конечно, сам работодатель и работник, понимая, что данная ситуация является незапланированной и может ухудшить право работника на отпуск, могут перенести данный отпуск с 30 марта по 3 апреля на иной срок. Прошедшую неделю многие россияне провели дома, им предоставили нерабочие дни. Как будет производиться оплата за это время? В соответствии с указом президента от 25 марта 2020 года об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней, пункт 1. За нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля заработниками сохраняется заработная плата, то есть та система оплаты труда, которая предусмотрена в организации и определена трудовым договором работника. То есть оплата производится не по среднему заработку, а именно по установленной системе оплаты труда. Оплата за труд, включая гарантированные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда. Сегодня гражданам старше 65 лет рекомендуют больше находиться дома, среди них немало работающих. Есть информация, что они могут получить больничный лист с 6 апреля. Да, все верно. Государство решило позаботиться о работающих пенсионерах старше 65 лет и разработало временные правила выдачи им листков нетрудоспособности. Временные правила предполагают выдачу больничного только на период 6 апреля по 19 апреля, то есть на 14 дней. И согласно этим временным правилам, если работодатель не перевел своего сотрудника старше 65 лет на дистанционную работу, то с 6 апреля этот сотрудник может получить листок нетрудоспособности на две недели, но при условии, что он будет соблюдать условия самоизоляции. Если режим самоизоляции будет нарушен, то выплаченное пособие по временной нетрудоспособности придется вернуть. Работодатель сам передает в фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Работнику приходить никуда не нужно. Средства он получит по больничному из фонда социального страхования. Ольга, спасибо за ответ и будьте здоровы. Ну а теперь к закону по регулированию численности безнадзорных животных. На эти цели Ахтубинский район получил около 5 миллионов рублей. Аукционы проводятся, деньги осваиваются. Специализированная компания приступила к реализации необходимых мероприятий, в рамках которых бродячих собак теперь стерилизуют, лечат и возвращают туда, откуда их собственно взяли. История этих четвероногих началась прошлым летом. Местные жители гуляли в степи и наткнулись на крошечных щенят. То ли выброшенные кем-то, то ли просто потерявшие мать. Они умирали с голоду. Вот этих трех собак мы их нашли в степи месячными. Они уже полудохлые там находились. И вот это стали своих собак выгуливать и их кормить. Потом они потихонечку к нам привыкли, подросли, окрепли и ближе-ближе и перебрались к нашему дому. Теперь они наши дворовые домашние собаки. Они очень спокойные. Две девочки и мальчик. Но они молодые еще. Им по восемь месяцев. Подобных историй немало. Однако именно этим хвостатым суждено было стать пионерами. Пионерский путь у каждого свой. Дезик и цыган из соседнего копьяра когда-то первыми отправились в космос. Три черных хвоста в составе первой группы поехали в Волгоград, чтобы потом домой вернуться. Вот два дня назад их привезли чипами в ушах и стерилизованными. Мы теперь их заново кормим, чтобы шерсть у них ластилась, как и до этого было. Да, сейчас оденем им еще противоблоховые ошейники и чтоб они красивыми были. И прям как домашние. И в тот день у нас еще троих собак забрали со двора. Но через 21 день еще привезут. Так что будем надеяться, что больше у нас их не появится здесь. Вот как наши есть собаки, эти останутся. Закон есть закон и он не суров. По отношению к животным даже к человечин. Заботой в этом году окутают 350 собак, стерилизуют, подлечат. Было отловлено 26 особей за вот этот вот период. Они были помещены на карантин. Спецпитомник Волгограда. С ними были проведены все мероприятия. Вакцинация, их там очистили, привили и так далее. Стерилизовали, повесили бирку, привезли на место и они были выпущены в ту же среду обитания, где они были взяты. Это был микрорайон Лавочкино, это было и на Сталинградской, это было и в северном городке. Стерилизация животных – это хирургический процесс. Операция несложная, однако довериться лучше ветеринару опытному. Ирина в этом деле не одну собаку съела, на столе очередной пациент. Стерилизуем собачку 5,5 месяцев. Собачка из приюта. Люди, которые курируют ее, вот привезли они ее сейчас, вот они будут оплачивать. Для кого такая собака хороша будет? Вот кто ее может взять? Во двор, во двор, потому что собачка крупненькая. Самый большой плюс – гулять не будет, женихов рядом не будет, будет только охранять. Собачуха, он какая красавица просто. Насилие прекращено и в этом плюс ликуют зоозащитники. В то же время собак на улицах меньше не становится. И зубы острые остались при них. Может быть, характер поменялся, ну то есть нрав. Была, к примеру, собака кусачья, а стала просто добрячая. Что скажут на это психологи собачьих душ? Меняется ли характер животного после такой операции? Меняется, меняется. Ну, где-то 50 на 50. Кто-то бывает такое, особенно с кошками. Кошка была добрая, обиделась на хозяю, что стали ее, лишили детородных функций. И начинает хулиганить. А есть наоборот. Была злая, не подходила к людям, неласковая. Простерилизовали. И тут же уже и на кровати с ними спит. И добрая становится. И в туалет ходит, и кушает. И даже аппетит лучше становится. А что касается собак? В стерилизации таких бездомных животных большой плюс. Опять же, не собираются толпа, не собаки. Нет этих собачьих свадеб. Животное живет в своем ореоле. Двор это будет. Или квартал. Ну, я думаю, что, скорее всего, она одна там не будет. Все равно их будет 2-3. Они не любят по одной жить. Ну, конечно, и агрессии поменьше. Нету гормональных вот этих вот перепадов у них. Ну, естественно, что побели. Не бегают за ними. Собака – друг человека. И человек – собаки друг. Возможно, новый закон поможет выстроить по-настоящему добрые и безопасные отношения двух сторон. Где будет любовь и не будет агрессии, последние будут учитывать особенно. Что касается настроения людей, они тоже разные. Кто-то приходит, говорит, зачем этих собак там держать, их нужно усыпить, и все. Другие приходят, криком кричат и плачут, что давайте будем гуманными и так далее. Потому что есть такое еще мнение среди жителей, что если эти собаки останутся жить во дворе, все уже стерилизованные, уже привиты, они не пустят в этот двор других, чужих, скажем так, собак. То есть эта территория будет ими занята. Почему бы и нет? Действительно, может быть, тоже имеет место быть такое мнение, что вот есть уже своя стайка, которую все знают, которая прикормлена, которая привита, безопасна. Ну, не знаю, будут они кидаться на людей? Не будет. Потому что агрессивных собак мы должны изолировать, даже несмотря на то, что она, если пробиркована, и несмотря на то, что простерилизована и так далее. Если она будет агрессивной, мы будем обязаны реагировать и изолировать этих животных. Тогда получается, что собак меньше они становятся, но они становятся вроде бы как безопаснее. Да, ну, покажет практика, это экспериментальный закон. Если будут со стороны жителей какие-то жалобы, пожалуйста, говорите, обращайтесь, пишите свое мнение, мы будем его формировать, мы, как исполнительная власть, будем доводить до своих коллег выше, кто непосредственно контактирует уже с федерацией, с депутатами, кто принимает эти законы. Они ждут от нас как раз-таки обратной связи. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Гастроли по Астраханской области закончились в Ахтубинске, точнее, приостановлены до улучшения эпидемиологической ситуации. Цирк Шепито Аэробус, в составе которого работники, члены их семьи, а также хищные животные нуждаются в помощи. Что именно необходимо, рассказал директор цирка. Мы с супругой этот цирк приобрели только вот в начале этого сезона, то есть в феврале. И вот мы успели проехать Кряное, Красный Яр, Лиман и Харабали. Много заработать не успели, приехали сюда. Конечно, все было не настолько серьезно. Сначала было просто временное ограничение по количеству зрителей на проведение мероприятий. И сейчас уже все, когда закрыли уже на карантин, все, мы находимся здесь уже практически месяц. Что за помощь сегодня необходима цирку? В основном это кормление животных. Потому что пока с оплатой стоянки, с оплатой электричества мы справляемся. А вот кормление животных у нас львица и два крокодила, которые каждую неделю съедают 50 килограммов мяса. В основном им требуется говядина, конина, ну то есть постное мясо. Свинину им нельзя категорически. Для коня сено, но сено местные жители предлагают в большом количестве. Вот мы сегодня поедем, нам предложили, мы поедем, заберем самовывозом. То есть с сеном проблем нет. Овощи также местные жители, и капусту, и морковку, то есть коню достаточно. Сейчас с администрацией ведем переговоры, потому что в администрации больше вариантов, больше возможностей. И выходим на контакт, попробовать организовать работу с предприятиями, мясная продукция, чтобы, ну скажем, отходы какие-то, обрезки закупать по более низкой цене, чем рыночная. Ну администрация пошла навстречу, уже нам организовали пропуска. Мы уже можем не просто передвигаться, мы уже даже можем на период простоя найти себе какие-то подработки, что-то где-то заработать, чтобы детей мы могли прокормить. У вас большой состав? Ну, мы часть распустили по домам, кто могли. Вот у нас клоун уехал домой, отдыхает сейчас, звонил только что. А те, кто остался здесь, взрослых 9 человек. Работу ищем, конечно, сейчас устроиться куда-то, трудоустроиться сложно. На постоянной основе нам не нужно, потому что сезон продолжится, мы вынуждены будем ехать дальше. Если у кого-то, конечно, есть возможность нас принять, трудоустроить, пусть даже за небольшую плату, ну, мы будем очень благодарны. Как только открывают карантин, мы хотим все-таки открыться здесь, показать жителям Ахтубинска свои представления. Школа-интернаты, да, предоставить бесплатные вилеты, чтобы дети смогли прийти, потому что нам помогли. Мы точно так же везде стараемся оказывать помощь детям-сиротам. Продолжение следует... Ее зовут Лада. Она из Дербенского зоопарка. Раньше, давно-давно, когда ей было 2 месяца, мы купили ее у фотографов в Сочи. Все отлично, обласканная, ручная. Ей год и три месяца всего лишь. Сейчас она весит 70 килограмм и добьет 5, скорее всего, годам по 300 килограмм. Сколько она ежедневно съедает? Минимум 4 килограмма в день мяса. С помощью жителей, да, сейчас справляемся. Люди принесли и кашу можно собакам сварить, и львицы принесли. Вообще великолепно. Я сегодня утром аж плакал, когда смотрю, что люди несут, и несут, и несут. Большинство цирков сейчас отказываются от хищников. Ну, знаете, как бы что ни вышло, не дай бог. Мы полностью обеспечиваем безопасность, мы ставим в манеже клетку. У нас все сотрудники во время, когда работает львица в манеже, все сотрудники стоят вокруг, чтобы дети не подошли, не сунули руку. То есть мы следим, мы берем на себя все эти проблемы, но я думаю, оно того стоит. Люди, людям нравится, люди хотят посмотреть. Дай бог все-таки состоятся наши представления здесь. Люди посмотрят, потому что вот Александр и Галина, у них совершенно свой стиль работы с животными, у них вся работа с животными в манеже проходит как игра. И это очень сильно подкупает зрителя. Свет вышел новый выпуск газеты «Ахтубинская правда» в номере. Наш телеканал проводит акцию в поддержку предпринимателей. Ахтубинцы, чей бизнес сегодня несет потери из-за введения ограничительных мер, могут бесплатно воспользоваться информационным ресурсом телевидения «Ахтубинск ТВ». Как это сделать? На первой полосе газеты. На текущей неделе в нашем регионе вступили в силу изменения в программе карантинных мероприятий. Об этом в своем обращении рассказывает губернатор Игорь Бабушкин. Целый разворот ответов на самые актуальные вопросы по профилактике COVID-19. А также оперативная информация о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Астраханской области. Авторские материалы ахтубинских публицистов. Рубрика «Вопрос прокурору». Программа передач на 18 телеканалов. Прогноз погоды. Гороскоп на неделю. Полезные советы. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.